В тот момент, когда не знаешь, что молиться. В тот момент, когда не знаешь, что молиться. В тот момент, когда не знаешь, что молиться. С 25 стиха. В тот момент, когда не знаешь, что молиться. В тот момент, когда не знаешь, что молиться. Когда они отстали от Христа, так как не имеют уже нужды в нем. И состоят в непосредственной любви отца. Говорит. В тот момент, когда не знаешь, что молиться. У вас занятия скучно идут. Потому что люди не участвуют в этом. А люди, которые слушали Христа, они участвовали в этом. Вот представьте, что мы его, Христа, признаем за Бога человека. И сразу сказали, что Бог этих человек. Тайные разрешения. У нас была, она не в общине, но ходила к нам. И даже защищалась. Фаида Соломоновна. Фаида Соломоновна. У нас нет в списке святых. А они себе фамилии разные. Царева, Королева, Вельможина. То есть искусственные такие фамилии все. И когда тебя любила, она не пела, я заметила, она не поет. А почему? Ну и слух такой у меня нету. Оказывается, нет слухи дела-то. Там написано «Бога истина» от «Бога истина». Я знаю это, все ей говорят. Если вот не будет написано «Бога истина» на «Бога истину», а другое, все остальное. Это приемлемо. Но это никак. Это мессианские евреи называются. Они приняли его как мессию, но не как Бога. Это большое течение еврейского народа. Сегодня, в настоящее время. Сын у нее в Израиле. Что интересно. Первый раз пришла в университет для его занятия. Она в коридоре меня сразу поймала и пирожки собирала. Я пирожки-то не смогла угостить. Я думаю, вот так. Григория Ефимовича распутили. Пирожками угостяли, начиненными царестным камерам. Только надкусила уже, выполнить не сможешь. Я говорю, да нет, я не нуждаюсь. Я не я. Просто интересно. Прийти в первый раз и незнакомого человека угощать пирожками. Это тоже. Ну и установили у нас с ней хорошее отношение. Доброе время. Дальше она объявит меня вне закона, но грата. И начнет делать то, чего не один, а еще против нее. Большие петиции писать на больших листах и по горду разносить. Всем раздавать. Против. Видно, что составляли грамотные. Это другое. Я говорю, почему вы не поймете? Ну так это. Вы не признаете его за Бога истину? Она не отвечает и говорит. А вот Христос был когда на земле. Вы бы приняли его? Вот как Закхей его принял? Я говорю, конечно принял бы. И вы поверили бы, что за столом сидит Бог? Говорит с мира. Я говорю, нет. А чего ж нас спрашиваете? Она меня сразу посадила на место. Теперь мне легко. Потому что собор, усыновление, символ веры написаны. Я живу в этом. Родился в православной среде старообрядческой. Тержаки. Там четко ясно. Нет. Вы знаете, что дальше она не идет. А там написано. И пришел Иисус погибшим овцам Израиля. Я говорю, погибшему. Это скотомогильник. Это кладбище, где люди. А где скотина дохла, это скотомогильник называется. Это не оскорбление, ничего. И он не увидел ничего. Кроме скотомогильника. Погибшим овцам Израиля. Я говорю, знаете, вот. Такое впечатление складывается. Впечатление. Я не настаиваю. Но иногда так. Когда Бог избирал один народ для того, чтобы светить миру, то Бог ошибся в выборе. Прости, Господи. Я просто говорю. У людей мнение такое складывается. Но все основано на крови. Как у них Шульхана. Найди лучшего христианина, убей его. Это сегодня. Они распространяют. Лучшего. Но, слава Богу, мы не лучше, значит, живем. Никого мы не должны даже являем. И она ушла. У меня однажды лежал крест. А лежит на книгах крест. Священческий Серебряный Крест. А история этого креста такая. Ко мне приезжает один человек. А я с ним на машинке печатаю. Он позвал в мой дом. И он говорит, закрой глаза. Повиновение, это хорошее качество. Я закрыл глаза. Не шевелитесь. Я руки отпустил. Что-то он там у меня вооружен. Он на меня крест священнический надел. Сюда так. А сзади все почки. Просто засел меня кем-то. Я когда увидел, я сразу мигом снял. Чтобы никто не видел. Что делаешь? Там, где расстреливали священников на кладбище. Ямы большие около тюрьмы. Там огромные ямы. И сюда, естественно, расстреливали священник. И ямы набивали. Когда в Гунтово, Гунтово есть такой район у Москвы. Привезли Владимира Владимировича Путина. А он сам полковник КГБ. Та организация, которая убивала людей. И когда показали фотографии, перевели этих. Он такой, что было еще? Да что же это такое? Я не говорю, искренне он говорил или нет. Но по интернету видно было, что он сокрушен. Он не видел. Потому что другое поколение. Чудовище. Да что же это? Самые лучшие святы, гадали. Которые спастались и переземействуют. Те продолжают служить технику. А вопрос ставили. Они надрекались или от Бога. Другого не надо. Нет. За чем все нужно? Ну и свой новый рынок построить. Чтобы он еще подстанет всем. И вот теперь притчи. Какие притчи относятся к нашему времени о нас? Какие притчи? Христос много притч говорил и говорил. Сейчас посчитал в начале. Притчи. Но давайте дальше разобьем. Христос никогда пришел и сегодня. Пришел и нашу Российскую Федерацию. Зашел в монастырь. Ну вот никого не отрицают. Кто все сделал в покаянии? Ну какую притчу сказать монахам? Что бы они сказали? Вот это здорово мы сделали. Большие стены. По-английски мандры построили. И у нас есть ахимандрит. Старший над стеной. И мы сидим здесь. Десять тысяч мужиков. Сами себя обрабатываем. Все им помаленьку копаемся. И ни у кого не воруем. Никто не блудит на женщинах. Ну если уж где-то, то ладно. Какая притча подойдет? Как у нас тут один был, в семинаре выщился. И там один проходит. Баня. Мужская баня там. И слышали женщины езжав там. Он пришел. Я не стал смотреть. Я думаю монахи молиться. Женщины не призабыли. Да слава Богу, что не мужики. То есть какую притчу можно сказать? Такую, чтобы любой монах понял бы. Я в притчи в этом вхожу. Как раз я точно самым. Царство Небесное подобно женщине. Которая взяла закваску, положила в треверную муке. 13.33. Евангелие от Матвии. Самая короткая притча. Царство Небесное подобно тебе. Хлеб замешивал дома. Все. Ты непременно обожаемый Царство Небесным. Поэтому Бог тебя бьет. Сейчас по ногам ты едва ходишь. Чтоб ты не развертилась. Чтоб тебя святую забрать. И вот когда я начинаю смотреть. Я в притчи эти. Все притчи Христа. Небесовые отдельно. И все эти притчи заношу в монастырь. Ни одна не подходит. Надо заново составлять. Притчи Небесное подобно государству. Которую мужики решили жены отбросить. От детей убежать. Закрыться за стену. И там спасаться. Творить умную молитву. Господи помилуй. По 40 миллионов раз. И они будут Царство Небесное. Но нет такой притчи. А написано. Христос последний наказывает. Самый важный. Родители когда уезжают. А дети остаются. Чего отец наказывает? В первую очередь он наказывает. Вы не забывайте теленок. У тебя привязанные дороги. Напоите его. А то жара такая стоит. Я когда приеду. И гудится. Смотрите. Накопите там по святе. Он о живности побеспокоится. А себя не прокурорка. Спартанцы. Чужие сады. Еще не на залке. И ни одна притча там не подходит. А к евреям, которые сегодня. Составить нужно другую было притчу. И именно так, что мы не признавали его за Бога. Сколько размышлений. А мы прочитали. Так и все. Понимаете, какие-то такие истории в нашей жизни бывают. И мы не желаем их проникнуть. Бог с вами разговаривает. Вы слышали рассказ как одному человеку. А бывает, говорят, одной женщине. Ночью явился Господь и сказал, завтра тебе приду в гости. А сейчас верующие молятся. Но она все, полы моет. Она зашла, нищенька, просто говорит, да не до тебя будет. Я сегодня великого гостя жду. В другом месте зашел. Она одной ноге говорит, на костылях. Инвалид войны. И тоже там. Она раньше его приказывает. Все, не извини меня, Семен. Говорит, ну не могу я никак. Ну тут ненавижу. Ну что он привез? Скажет, что у тебя тут такое? Бардак. Потому что она его встретит как надо. И печку краской покрасит, чтобы она горела лучше. Вы знаете, трижды. И когда она уставшая, села, задремала, в это время этот гость пришел и говорит. Она первая. А почему ты не пришел? Может быть, я тебе трижды приходил сегодня. Варвара. Ты меня не узнала. Если любите меня, любите Пасху мою. Мертва она или не мертва. Они так, что я не занимался, заниматься собакей не будут. Это такой пропуск не пройдет. И если ты даешь правильный ответ, и к тебе потянутся люди. Ты знаком, нет? То есть Бог эти функции руками, ногами нашими сделает. Вот присаживайся. Я, говорит, обратно. Занимаюсь новым. Посещают люди. Куда или где-то 306 миллионов. Это не два человека. Наш Ютуб очень далеко известен. Очень далеко. Запрашивают книги и прочее. И вот священник сидит и с одним знакомым, мне знакомым. Он будет потерять даже. Скажите, вот этот человек, священник, гонен или нет? А меня дергало вопрос задать. Я говорю, сегодня не спрашивать как? Я говорю, наш Кентьев. Там архиерея идет. Первый раз. Какой-то молодой человек зашел. Ладно, это неизвестно. Он прямо оставил со мной. Ты в священнике хочешь? Первый раз видит зашедшего человека. Безбородом, накуренный стоит. А мы тебя тут подчистим, и ты будешь некого ставить. Вот был отец Александр Ивоваров. Мы не можем так. Завтра придите, сегодня опоздали. А где другие священники? Да нет, я нет. Даже стреляли и все. А у вас есть люди на шансе работать. Почему он покуреет? Чтобы они все это советуют. Я тогда задаю вопрос. Ты когда крещеный? Ну вот тогда потом крещеный. Полное подружение? Да, полное. Хорошо. Женатые? Женатые. Дети есть. А жену ты взял какую? Ну, хорошую. А она тебе была верная с того времени, как ты крещение получил. Ну, как так. Ну, летний отпуск, санаторий. А Му отпускал или нет? Отпускал. А Му отпускал в санаторий. Ты запомни эту правду. А ты знаешь, чем она там занималась? Ну, один раз она сказала, что она была с мужиком с половиной палатки и ну и прочее. Правила не должен быть. Не может быть. А он один из самых лучших, кто епает этот человек. А я тогда показываю газету. Вот газета. Газета называется «Российская газета». Это самая главная газета нашей страны. Путинская. Российская. Учредитель правительства Российской Федерации. Кто ты там? Партиист. А являются православными. И везде в этом государстве ты живешь. И вот смотрите. Вот он с Соколенко. Я не знаю, мобильный или нет. Вот он в отпуске. Мусульманин. Пошли как молодеты. Или движущие идут. За руки держатся. Посмотрите. Щели танковые для глаз. На поллинии. А там люди смотрят такие наши. Подержи. Стопроцентная гарантия. Так это мусульманин. Ой, как они мужчины. Нет, они нигде не принимаются чужих. Вот она. Газета Центральная печатает. Заглянили на поллинии. Погляди. Я здесь сама. Это фотография. Какую пищу можно составить? Про нашу решенную коллегу. Посчитай, если ты их монах. У него послушает. Послушает. Ну, называют там Вова. Или там Митя. Сходи там в водопрещатки. Он пришел к колоссу. Ну, маленько подольше залежаться. Приходит. А что это с ноги такое? С медлой такой. Вот сюда. Я встанюшую. Как встанюшую? Ну, я когда пришел к колоссу, а там уже самарян вернула. Въем, у кого-то там все. У кого-то степили. В лесу был. Уже согрешил. Уже совокупился. А так как, что так? Первое знакомство. Ты ее раньше знал? Не знал. За водой пришел. Пусть я помню, пришел. Но она сказала, какой ты хороший. Я поплыл. Я такого никогда не дал. Глазата у тебя голубина. Какой ты юноша. Должен быть. А валюта суровая. Вот. Посадка. И какие причины можно о нас составить, живущих вот здесь потерять? Ну, начнем с края. Ну, все. Понимаешь, вот здесь-то мозгами раскрутку надо дать своим. Я рассказываю, как они уходили на занятия. Я говорю, следующая тема будет такая. Заговор. Почему я такой бредный? А этот человек ко мне сразу подошел. А как я могу узнать, где ты еще делаешь бредный? Я говорю, а почему обо мне? А почему ты... Ах, я ничего не написал. Почему я такой бредный? Нет, я взял и написал то, что другие даже не знают. Но я толкую это по-другому. Это вредный в ваших глазах. А я сделал замещание. Понятно о причине? И ты когда это разберешь, то увидишь, Господи, как они мудрые причины составлены. Две тысячи лет прошло как будто сегодня. Как будто нашей семьей он был. Не просто плечи. Мне в одном царстве, в некотором государстве пришлось однажды быть в крабе. И мой юноша во время службы упал. Прям упал совершенно, как будто разорвая пуля попала в лоб или сердце. И кто подошел, расспросил что-то? Я подошел, расспросил. У родственников узнал, какой он рост, какой вес, сколько он, ну и проще такое. Причина очень серьезная. Я говорю, почему же вы до этого не видели такого? Вы его уже почти потеряли. Почти-почти. Ему нельзя нигде работать возле воды. Нигде огонь. Ни одному пасти нельзя. И у вас с собой должно быть лекарство. Какое там? Мощалка там или что-то. Чтобы у него давления нет. Это переходной период или это постоянный? А как узнать? Я могу подсказать. Назначить лекарство. И какое? Я не врач. У меня врач знакомый. И он скажет, лекарства не надо. Гимнастикой, утрами, там когда, в какое время, научить, чтобы сердце проталкивало больше крови, чтобы давление было нормальное. А нет давления? Мост. Значит, глаза погасли. Упал, ничего нет. Да ладно, еще упал. Там детские стульчики стоят. А если упал этот горло? Совершенно без памяти. Он перерубил бы горло этой спинкой. Это острая она. Зади-то. Вы думаете? Нет. Вы сейчас все должны проверить. Если это касается вас где-то, в этом городе будете неизвестным. И подсказать этим людям. Ни шагу никуда, ни на какой высоте, ни над водой, нигде. Вам понятно? И на этом можно готовую плечу составить. Как посмотреть, даже знать друг друга. И помогать, чтобы не случилась трагедия. Трагедии. Никаких мотоциклов, велосипедов не должно быть. Вы сами на полном ходу теряете, все падает. И что сделать? Немедельно в сегодняшний день подойти ко мне. И дам адрес. И узнать, что необходимо делать. И притом, а, это вот ему завят. Уже начинают завяты. Человек не блудил, не курил, не пил. Прекрасное настроение. Послушали родителям. Все качества такие, что лучше бы мы сегодня умереть. Пока не заплатился. Но у Бога есть. Здесь все выверено. И мы должны сказать, Господи, как ты любишь. И через него ты нам подсказал. Это может со мной сегодня сучиться. Ну с маленьким, вот этот сидит маленький, это снимается. С ним это не сучится. Потому что ему сердце кровь качает на 20 метров меньше. Уже рак. Ну почему такая неустойчивая походка-то? А я представь, куда гнашься. А когда он лежит, тогда проще это делать. И мы должны вот это все пищи сказать. Вот помните, такая пища. Один человек домой пришел, знает, что он так решил. Ну как сказать, у него власть. Он как ставит. Что-то глаза у тебя бегают. Задумал что-то? Все, уже кулагин гинешь ты. Этот человек говорит. Вот я не знаю, один был тут жил, у него овечек полонгло. Как у батюшки. А у другого одна была овечка, там ликозочка. Он ее держал. Пригручили. Игненок маленький, который поет, он за ней бегает за этим. Она даже на груди у него спала. Вот этому богатому человеку приехали из Тюмени или из Омска куда-то. Он у гостей желает шашлычком. За пяти заколол, не одну, а пошел, того отнял. Завык прям так вот вскипел. Он сперть ему. Хотя закон гласил. За одну и четыре отдать. А если быков дали, пять быков, то уже не надо спрашивать, почему. Закон гласит. И что пророк говорит? Это ты. Я понимаю, как Давыд попятился. Спятят, что ли? Что ты говоришь? А пророк-то друг ему. Он говорит, ты. Сколько жил у тебя? Десять. А у твоего охранника, главный который в твоем аммоне охраняет тебя на тронте, героические ордена зарабатывают. Ты его подставил в письме, чтобы кинулись в атаку. Все отступили. А он один в атаку поглянулся, никого нет. На штыки подняли. Это ты. Знаешь, как действует правительство? А ты сразу согрешил. И ответ немедленно. И Бог простил тебя, но дитя умрет. Понимаете? Это две тысячи лет назад, до сегодняшнего дня, в притче, как будто утром сегодня было сказано. Как мы даже Богу благодарны, что у нас есть святая Библия, которая притчами донесла ту обстановку до нас и высветила нас. Кто мы такие? Как обращаемся со свекровкой, с тёщей, с матерью, престарелой? Не пренебрени отца, когда и память остро надевать будет? И тогда чти отца и мать, и будешь долговетий на земле. Долговетий, значит, давление у тебя будет правильное и все остальное здесь. И не надо определять вот за это или за это. А я разобрал об этом, не больше раз спросил. Какой воздух у него? Все нормально. Все. Конечно, быстро рост идет. Сейчас беречь. Прислушайте, что я вам говорю. Если придется с теми людьми и встречается, подскажите ей. И посты соблюдают. Даже сказать трудно сегодня. Эти молодежи, там, 15-16 лет, такого юноши найти, чтобы так и всё это. Ни с чем его ничего не было. Ни компьютерных книг, ничего нет. А что это? А это не он. Это для нас Бог притчу показал. Вот так же. А я в это время говорю про огня смерти. Тоже не случайно. Ни раньше, ни позже. Я говорю, кто мы? Нужно думать каждую минуту. И вот я говорю, раз. Вот, брат, какое дело. Это все из одного стиха мы берем. Заговорило оно с нами слово. И ты его запомнила. Притчи. А мои дети вот растут неверующие. А что? Мои плоды. И была сама. Могла раньше прийти. Не покаялась. Там упустила. Тут упустила. Что отпущать? И теперь ты поймешь. Убирать тебя раны. Начинаешь поправлять дороги. Тебя дети и внуки ждут. А не просто так крылышки сложила, полетела. Недавно какое-то было, я не знаю, что-то такое, собрание в Барнауле. И одно стихотворение поэтов молодых-то. Девочка. Ну девочка прям совсем маленькая. Ну я не знаю сколько, но лет семь. И она написала стихотворение. И она первое место выглядела. Что она могла написать? Я когда сплю, я вижу, что у меня крылышки выросли. Я к облакам нечего. И все поняли, чего им не хватает. Она разжаловала. Нам неба не хватает. Синевы не хватает. А все красная полоса, синяя во плане дальше. А впереди вышли белый престол. 20 глава 11 стихоткровения. Видел великий белый престол и сидящий на нем. От лица которого бежали небо и земля. Российский флаг. И ты увидишь. И наш флаг – это притча. Такого флага ни одна империя, ни одно государство не имело, как мы. Это для нас. Для нас, для всех, чтобы мы думали о небе. Притом ежедневно. А не так, а монахика, а она монашка. Живет в каком-то маленьком монастырке. Твой литорий. И она выходит каждый день. И живет на берегу Нила. Река Нил. Самое прекрасное место, наверное, в мире. Она видит закаты. Но ее научили. Это все земное не надо. Ни разу на закаты не свинуло. За 30 лет. На звезды смотреть не надо. А когда и звезды славят Господа. Считай царты. Я тому и архимандрит, и легубин. Я ему пишу. Зачем же вам обманывать людей? Мы должны красоту неба познавать. Видеть. Это притча о тупых и негодных людях. Это о нас. Мы не видим красоты вокруг развиты. Я вот стоял и сломил ветку. Я вам задам загадку. Это что такое? Какое дерево? Береза. Она годом парится. Что? Парится в баню. Водим? Нет, потому что. Нет, сережки. А вот сережка как? Листики сережки. А вот эта вот, она раздражается на мелкие. И сколько здесь? 350 семечек. Приятно сказать. А теперь сколько на одной ветке? А сколько на одном дереве? Ну задумайся хотя бы раз. Я решил узнать в огороде. Сколько в подсолнухе? Пересчитал. А сколько в другом? Один раз металло икру. Одиннадцать тысяч. Тысяч? Люди посчитали даже. Один косяк рыбы шел. Ну и конечно рыбу никто не считал. Два миллиарда. Это столько, сколько христиан за 2000 лет накопилось на земле. Хороших или плохих. И ты должен Бога прославить. У Бога все с избытком. И говорит, дает жизнь и дает с избытком. С избытком. Где наша смертная начинает то гасить свет. Господь говорит, еще остается в свете и вещании. Ухватись за это. И я могу расплавить тебе дверь в тот момент, когда все запросто. Ты никому не нужен. Выброшен, замерзаешь. А я дверь рая отдаю. Это мы все из одного стиха. Чтобы оно пришло нам на пакет. Читай. Можно ли я? Игнать Ильич, вы вот нам постоянно, постоянно приводите в пример вот этих мусульман. Да. Что женщины у них чистые. Что женщины у них неприкосновенные. И все. А я вам хочу рассказать из своей жизни вот такой уход. Ну, пылинки такую. Я сорок лет назад работала в море. У нас работа была, а мы в бамы крезали, извиняя. Вот такой большой столб, в середине ее клиента. По 10-10 раз у нас стоят работники. И среди них был один азербайджанец. Это мусульмане? Неизвестно. Это национальное государство. А я говорю, ангеле. Он может быть православный, может быть буддист. Ну, как правило, мусульманин. Нет. В общем, национальное государство, да. Мы в доме молнии накладывали на бамы. Вот и слушайте передачу. И он все время нас хаял. Вот женщины русские, вот вы такие высокие вылезы такие. И за этим же столом работали две русские женщины. Они обе были из Азербайджана. Вот. И она вот это все терпела, терпела. А потом говорит. Вот ты русский хаиш. Да. У нас очень много легкомысленных женщин. Но наши женщины, вот дети тут, я бы могла сказать это. А ваши, говорит, чтобы сохранить свою девственность, подставляют? Вам права. Ты права. Вот и все. Так, детство, да. Детство. И подтверждение этому. Вот вы говорите, у них скрытое дело. Ваши роли, где вы разговариваете вот с этой женой этого. Кто там? Мулы. Да. А она сидит одетая. Да. Тут никаких. Ну, рядом сидит журналист или кто-то, подруга ее. Откровенно одетая. Ну, тогда это о чем говорится? Она никакого отношения не имеет. Она не мусульманка. Она приглашенная была на встречу только всего. И дальше-то не знаешь. Я тебе просто скажу. Приехала советская какая-то хоккейная, договорились с женщиной играть. У них тоже есть хоккей. Ну, футбольное поле маленькое, но намного меньше-то. Ну, русские-то как хоккей, спортивные, костюмы? Тебе сказали нет. Соревание не состоится. И к вам мы не поедем. Надо одеться по нашей форме. У русских вопросов нет. Наверное, они знали, видимо, с собой захватили все такое. Переодели. Все равно выиграли. Другое. Женщина прилетела. Ну, у них там, кажется, ирак прилетели, а там азербайджанцы. И статья назвалась «От азербайджана до азербайджана». И она выходит. И она. А полицейская заедет у трапа с самолета. Он сразу «стоп». Так. Ну, как в обедах? Почему их придет круто? А вам какое дело до меня? Она знает, как отвечать или сказать? Так, позвольте. Палочку повыше поднял. До груди не перепрыгнешь. Вы приехали к нам. У нас свои годы. Так. Я сейчас завтра уберу палочку. Вы ступите с самолета. Это уже наша территория. Самолет – это ваше государство. И я не могу тебя взять сейчас. Но ты мне понравилась. Я тебе хочу, чтобы приятности не было. Надели платок. Два платка. Хаткатижа был. И платье должно быть рукава закрыто. А тут советский, который с ней приехал. Он сразу вернулся. Что ты, Наташа, делаешь? Вернись скорее! Мы без тебя домой поем. Тут его сразу скрутили. И сколько? Два стены года. Заплатили, допустим, 70 тысяч долларов. И каждые полгода на площади по 40 ударов палкой. Полгода прошло, опять вытаскивает опять. А когда отпустят, то война, наверное, через Донецкую как птицы перелетит. Выкидки. Идут. Журналист. Идем подружку со своей, там, Таней, Маней. А кто-то вернулся в эту... Она кто? Жена? Он говорит, да нет. Сотрудница одного отдела. Что ж ты делаешь? Полицейский. Сейчас приятные документы будут. Если она не жена, и ты, и она выйдет, я не в сторону. Давно еще из вас не были. Да ты что? Он сразу ездил в эту сторону. Игрушек там нет никаких. И спрашивать не будет. Он идет на него с такой палкой бить, который ты делаешь. Он подходит и опустил. Так, у вас платят потом выше. На два сантиметра. Дергать не надо. Вы стояли, вас уже били на два сантиметра. Платите штраф. Это первое предупреждение. И без нашего разрешения их до синисти больше не выходите. Это мы полюбили тебе говорить. Почему такой закон? А они действительно так. Вот есть такой сейчас щадрулетка. Кто знает что? Это придумана такая рулетка. Ну рулетка что такое? Семь патронов. И когда играют, у него больше ставить нечего. И он тогда в рулетку. И ставим. А в рулетке один, семь патронов, шесть вынимает, один остается. Они невидимы самым пальцем перекручат. И он остановится там. И он должен подставить, и висок себе чакнуть. И вот чак. Штраф. 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 Штрафной. И пуля сразу влокал. Сам себя застрелил. А бывает чак, а пуля рядом была. Все выиграл. Деньги твои. Это в мире есть. Это щадрулетка. А там так. Кадр за кадром идет. Тормознуло. Секунда. Две. Если надо, чтобы кто? А ты сидишь смотришь. Мужчины и женщины идут там пьяные, едят они какие. Тебе что понравится? Кто? Так ты где живешь? Можем встретиться? То есть ни к чему не обязывающая встреча. Блуд. И вот я спросил 200 человек примерно. Я в этой щадрулетке пробыл. Ну когда Сергей его назвал? Два лет. Февраль, март, апрель, май. Четыре месяца пробыл. Четыре месяца. Тысячи людей прошли передо мной. Составил. Составили 460 роликов. А я все записываю сижу. Я говорю, а кто составил сейчас рулет? Не знаю. Я говорю, мальчишка. Андрей Терновский. 17-летний. И он о себе говорит. Приближается экзамен в школе. А я посмотрел, у меня одни двойки. Надо что-то придумать. Он придумал это. Ни к чему не обязываешься. Трещит. И вот там примерно 80% мусульмане. Половина все. Это голые. До пояса. Открыто завышают блуд. И все фотографируют. А мы зачем здесь, дед? Деду, у меня ничего нет. Импотент. Я начинаю показывать. Считаем Евангелие. Считаем Салты. Ни ледовровые. Больные. Нужного врача. И вот сколько сейчас уже пришло оттуда. Я не на наших ресурсах. Мусульмане хорошие разговоры будут. А сидят трое. Раз мусульмане. О, дед! Как дела? Как дела? Первое дело их научили, как говорить. Вы борода у тебя. Я говорю, у тебя безусы. Почему усов-то нету? О, у нас такая вера, религия. А я вам показывал. Так, гибель, корешок. Такую книгу. Считал? Разворачивай. Тут крест на полный. Вот книга. А у нас другая книга. Я так говорю, раз, поднимай. Коран. Разворачивай. Коран. Переворачивай, а там по-арабски. Не можешь. А тут баран, говорю. Такой же, как он православный. Просчитать не можешь. Ставились с толпами, еще не знаем. А зачем вы здесь? Ну вот так вот. Кого знакомиться? Русский язык ты толком не знаешь. А тут дома у тебя разрешается по вашей этой книге. Четыре жены есть. За каждую колыму платить. А тут сорок четыре. Даром. И все голые. Вот вы за этим, южные жрецы, пришли пахать на наших кобылах. Ха-ха-ха. Ну правильно. А как ты узнал? Да последовательно. Вы блудяне. Самые блудливые поколения. А свою жену укрываешь в десять одежек, чтобы никто не прикоснулся. И твои, которые были там, они все правильно сказали. Эти женщины. Они их знают. Они свое держат. Это не просто так. Даже подозрение, которое упадет на дочь твоя, это стоит по житей жизни. Я рассказывал. Вы уже помните. За столом сидят. А что она не поладила с братишками? И братишка сидит за столом. Папа. Ай-ша. С мужчиной целовалась. А отец какой-то там под риканку лихнулся. Ай-ша. Что говорит? Махмут. Да папа-то у нас спектакль ставился в школе-то. Ну и мужчина там кого прикасались. По сулою не было, папа. Вы это видели? Он только не видел, даже у вас. Зрители были. Вон я за столом застрелил. Когда пишут это сумасшествие. Родная дочь. И так, чтобы не терпеть позор, а теперь он нормальный отец. Он не потерпел такого надругательства. Я считал это очень видать. Матова также было. Подозрение Павла. Где-то отец с ночью пробрался за шалашем. Руками ее задавил сам. Дочь свою, родную. Хотя ничего и не было. Да, это не то что крайность, а безумие полное. Но однако. Вот показывают они. Только там 12-13 девушек одинаково здесь. Надеты. Ну как наши, наши девушки. После богослужения. Где-то гора, течет в ручей. Они как бы руки там моют. Милы посмотрели. А они смотрят за ней. Одна никогда не бывает. Я видел 5-6 человек. Ричардову. Ти-ти-ти. На той стороне. Дверь закрылась и все. Одна никогда не бывает. Она у нас стоит, она и голосует. В 2 часа ночи. А утром находит на кладбище ее. У них по-другому относятся. Я говорю, я сидел, когда разговаривал в Санкт-Петербурге. Хотя имам это как наш епископ. Мула это как священник. Ну я когда пришел с тобой. Я вопрос задал простой. Какой процент девственности соблюдается на браще ночи? А они не могут понябежить. Что я спрашиваю? Когда поняли, ну как? Раз она не была замужем ночи, то вопросов нету. А у нас уже. Вот сейчас пишут. Четверехклассница. Забеременела от учителя тогда. 47 лет. Сегодня сообщение в Интоградии. А сколько этого? Я уже в седьмом классе, говорит, на вторую бухгалфа это можно так и называть. Почему? А никто и не занимается. Никто. Они ничего не знают. Он знает Коран, Аллах, Мухаммад, намаз еще. Курбан-байрам. Он ничего не знает. Я ему говорю, такая сура, аят открываю, он такие глаза делает. Я в главасхии где. У меня один тон написан по сурам, аятам. Сколько считать надо? Чтоб просчитать Коран, по 1 часу в день, 16 с половиной дней надо. Ни один мусульман не может ответить. Я могу сказать сколько букв в ней. Сколько раз у них упоминается слово Сулейман, а у нас Соломон. Там не Ибраги, а у нас Абрам, это одно и то же Ибраги. И что интересно, разные имена намного. А слово Марьян и Мария у нас 15 раз или 35 раз Мария. Тут одинаково. Все признают. И пророк не признает, что Христос есть истинный Бог и умер за пять людей. А вот это самое главное. Первые не верили, что он воскрес, говорит Ибраги, что украли его. А эти говорят, да, писал пророк, его Аллахом собрал на небо, он придет опять в мир. Нет, он вонарь за нас? Нет. Я ему тогда считаю. Что вы отрицаете? Спасение отрицаете. Он вонарь за нас. Да это когда переписывали, это такие ошибки. Это не ошибки. Все Евангелие говорит об этом. Четыре Евангелия. Послание. Если Христос не воскрес, то мы еще во грехах, как мы сейчас были бы. И все очень серьезно задумаются. И четыре месяца всего был водящего лета. И все это у нас в ролике выставлены, как с ними беседуем. А другие приходят, а мы уже у вас были на вашем ютубе, а мы слышали это. Читаем. А вот. А вот. Я не знаю. Я не знаю. Чтобы задать вопрос по теме, которую мы читаем. Не в планету в сторону, на более актива, а именно по этому. Вот вы все читаете, ну все мы читаем и в Англии. И знаем, что сколько мы его не читали, обязательно будет какая-то мысль, которая высказится как будто впервые. И вот впервые я прицел внимания на слово, которое потребил Господь, говоря о себе. А он сказал на себе в стихе в 27-м огне. Я исшел от Бога. Исшел от Бога. В символе вере мы знаем, что написано, что он рожден от Бога. А тут написано, что он исшел. Что... Ликерий, сиди спокойно. Ну и когда Дух Святой исходит, это понятно. А вот когда Господь Христос от Бога исшел, И есть ли тут какой-либо, скажем так, путаница в переводе терминов? Может действительно, в временах либо написано, рожден от Бога, а не исшел от Бога? Как вы думаете? А какая разница? Исшел, родился. Вот как раз разницу в образе ипостаси Бога, Иисуса Христа, если этого Духа идет на рождении и исхождении. И если Дух снова исходит от Бога Отца, то Господь рождается. Но правда, в начале Бигли, в начале Ивангелия, вот к Иоанну, мы сейчас ассоциируем со Словом Иисуса Христоса, Словом... Иисус Христос – это Слово, да? Так вот, написано в начальных строках Ивангелия Иоанна, что сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И что Господь Иисус Христос – Единослушный Отцу. Но в этом плане, вроде как, все понятно. Сущность одна, а ипостаси, образы, если-то разные. Это когда, допустим, смотришь на треугольник, на пирамиду. Он одно, объект один – Бог, условно говоря. Но он повернул одной стороной ипостась Святого Духа. В другую сторону развернул Иисус Христос – другая ипостась. Но все это целое. И вот снова возвращаемся к терминологии. О том, что Господь говорит о Себе, что Он исшел от Отца. На какой, может, смотри, только другое надо вложить. Родился, это сейчас где-то родился, на земле. А исшел, то есть Он был, Он уже существовал, и Он пришел оттуда, исшел, исшел, так и пришел. Показывает, что Он извечный, и был изначальный. Вот это слово «Ишел», как раз и показывает, Он не родился здесь, Он уже был, для этого оплатился. Я еще другое скажу. Смотрите, вот у нас готовится свадьба. Что готовят? Придатное. Дальше, как идет свадьба? Горько. И небо в копеечку кажется. А дальше никто не знает, что. Я видел, готовится к свадьбе в Таиланде. А, видно, мусульманская семья. Перед свадьбой приглашают собрать гениковок. Невеста обследует. А раз обследует, она должна показаться в таком виде. А девчонка-то еще не знает. Она плащет, и все это снимают. Она плащет, она не хочет, чтобы ей смотрели, куда не надо ей. И мать, и все тетушки. Ей никто не насилует. Она должна сама согласиться. Она висот закрывает, закрылась. Ну, неудобно. Просто неудобно. Вот в Израиле там помещение, у них это удобно. У женщины месячная. Каждая месячная она должна зафиксировать в отделении. И дальше, это не просто так, это согласно Библии. И дальше она придет время освещения. Миква – это вода. И после этого стоят голые, показывают полицейские. Разбегают и смотрят. Прекратилось прикурить освещение. С ней не все показано. А здесь она не дает. И кое-как они проверили. Это самое главное дальше. Тетушки все. Они, значит, от радости. Она ходила в школу и боялись за нее. Мало ли что-то бывает. Обнимают, целуют друг друга и поздравляют. Да разве у нас вот… Да никто даже не подумает, какая она была. Даже наоборот. Если ты уже осталась такая счастливая, ты никому не нужна. Зачем тебе такая нужна? То есть все время подержан, откусанная и заплесневая. А поэтому такая семья. Поэтому такие разводы. Вот если мы это понимаем, а везти мы можем у себя? Не можем. Никогда. Никогда. В Москве вышли молиться, пройти невозможно было по улице. Не было ни движения, все остановилось. Полиция охраняла. И говорит, 200 тысяч пришло, а сейчас подправляют. Это 1 миллион 200 тысяч. Одни мужики. Да у нас даже потеряете отдельно, мужиков собрать нельзя. Под разным видом он может не прийти. У одного посевная, у другого я поехал в город, молоко продавать. И говорит, там дорога где-то есть, мусульмане. Там, смотрите, пять раз в молитвах. Мужики одни. Почему у нас это не били? Я спрашиваю мусульман, что самое ценное у вас? Он не знает, я вот так вот четко показываю, вот. А у нас 7-кратный день. Они молятся, если они… Они молятся? Или мы? Они друг другу говорят. Этих людей другу никак нельзя. Они молятся. А Аллах и Бог это один. Хотя мы знаем, это не один. Разные качества. Мы должны это все знать. Как? А можем мирно выживаться с ними? Очень даже можем. Мы молились дорогу. И где-то строили дорогу. Ну они такие, эти мусульмане, таджики, узбекистанцы, их настоящими даже назвать. И сало едят свиное и прочее. Они вот так на нас смотрят. И мы знаем, а в обед они нас не дадут. А мы стоим, молимся, кланяемся. Мы добрые должны научиться брать везде. И уметь плечи и так сказать. И даже, может быть, составить ее. Как нам с ними обращаться, с этими людьми? У них все есть. И молитвы, и соблюдают. Его убеют. Седину вроде не возьмет. Нет. Они нас называют свиноеды. Они говорят, а мы совсем мясо не едим. Да вы что? Друг другу рассказывали. Мы начинаем прощать. А ты как тебя звать? Он назовет там, молитесь обо мне. Мы тоже о вас молимся. Видишь как? Это приближает Богу. Два миллиарда сегодня. Которая. Вот сейчас звонок ей только дадут. До Хамаровской дальше. В один момент каждый может выстроиться. А здесь у нас... Мы соберем всех мужиков. Никогда. Ни разу. И нигде. Там каждый выйдет. Друг за другом смотрят. Ты почему не пришел? Проклините мир Рос. Он не пришел на помощь Господу с храбрями. И все. И мы должны это увидеть. Содружество-то нужно. Вот сейчас приезжает к нам отец Владимир Головин. На Крещение. Слышали такого? С него сам сняли. Вот 9 дней 11 с какими-то друзьями. Мне главное общего увидеть. Как в наше время можно общего создать? Как? Я должен знать. А сейчас уже другие предлагают. Надо одними вопросы, которые поставить. Чтобы сначала сейчас Владимир отвечал, а потом Игнатий Тихович отвечал. Ну тогда будет. Это будет. Грессороли. Ну дня три на четыре. На Крещение. Ну так, чтобы стороны находились в разных условиях. Не так, что один говорит три минуты, а второй два часа. Вопрос. Мусульманы мы уже много слышали. Деяние вторая глава. Да. Сошествие Святого Духа там написано. Они напили сладкого вина. Да. И в беседе Геннадий Фаст объясняет. Объединение Духом Святым. В чем оно, это вопрос. В чем оно проявилось тогда, и как оно проявляется в наше время? Все понятно. Как он сказал. Объединение Духом Святым. Да. Правильно. Как оно сейчас проявляется? И проявляется ли вообще? Самый вопрос. Проявляется ли вообще? Мне скинули сегодня больше такой материал. И вот, как это объяснить? Я говорю, сам по себе вопрос. Говорит о том, что станет туда неверующий человек. В прошлый раз, когда был здесь Анхилея, вы за столом были. И когда я прочитал это место, первое послание Иоанна, 3-9. Ну, до этого и огрешивает, все мы много согрешаем. Кто языком владеет, тот может, всем телом. И Иоанн пишет. А Иоанн пишет. Мы православные. И вот есть любимый ученик Христа. Возлюбленный, да. И Он грешит. Рожденный от Бога, не грешит. Ибо Симя Божие в Нем. И Он грешить не может. Как не может? Так можно себе 40 раз, Господи, помилуй. Еще раз. Не грешит и грешить не может. Кто скажет, что не грешит и грешить не может? Ну, правильно. Ну, так я скажу и сразу. Если у него есть действительно вот это сильное, действительно есть оно сильное Божие. И он это осмыслит и хорошо понимает, то, конечно, он не будет грешить. Он понимает ответственность за это. Вознаем. А на этом Он пишет. Еще, там, первое, пятое, было там, двенадцать, кажется, с ним. И пишет. Ну, все мы много согрешаем. И если человек говорит, что не согрешает, то он лжет, и Бога представляет лживым. А то в то же время не грешит и грешить не может. И здесь противоречения нет. А почему там говорится? Ибо семя Божие в нем. Это рожденное от Духа. Вот это рождение, это крещение Духом Святым. Вот это миссионеры. Это миссия рождается. А такого быть не может ни в мире, нигде. Сегодня миссионерское дело везде, образованная пелигархия. Я доказываю. Это обман. Самый битый обман. Почему? Да, Христос послал. Послал, да? Но он как назвал? Вы слово миссионерское найдите. Иисус выбрал двенадцать. И послал подбое. Ты считал про это? Теперь, после этого избирает еще семядесят. И еще подбое. Еще тридцать пять отделов. Кирилл приходит двое. Павел идет с Варнавой двое. Марк тот избирает эту силу двое. Моисей и Орноб двое. А вы отделы, будьте деньги, получайте, расписывайтесь. Миссионерские отделы нельзя создать. Почему? Там обвинение Духом Святым. Вот оно где. Потому что Дух Святой подсказывает, что сказать, когда сказать, кому сказать. И чтобы был прогресс вперед. А что там будет? Или не надо думать. А это другой уровень. Они были такие, вдруг преобразились. Вот представь себе, человек сидел, прятался, боялся выглянуть. И вдруг дверь распахнул, вышел. Я христианин. Кто не будет веровать, в воду будете гореть все. Все. Он другой. А 27 сентября 1962 года, 17.00, мне Господь позволил вот это испытать. Я получил это. На коленях. Я когда встал, я сам на себя смотрю. Ну, минут двадцать прошел на молитвы. Что это за человек? А у меня нет. За мной не было ничего. Я не лгал, не пил, не подел, не блудил. Ничего у меня не было, не воровал. Но в глазах Божьих Господь показал, кто я есть. Во всей пустоте. Ужасающей пустоте. И как Господь мгновенно придает это. Я на корабль сошел первому матросу, который был. Я сразу сказал, а мы живем неправильно или так. Христос умер за нас. И уже наутро весь караван кораблей знали, что Лаптин сошел с ума. А я учился на училище. Все, сумасшедшие. А дальше началось то, что есть. И тюрьма, и психиатрия, и чего-то это нет. А почему Бог это делает? И отец Геннадий сказал, что пьяный? Пьяный живет и своим умом. Я говорю, пьяный, тебе нравится, когда шатается? Ну, это так. Ну, все-таки, охота, чтобы ты выпил, чтобы видели, что ты такой богатый. И еще спички колупают в зубах, будто бы мясо ел. Ты вообще за человека сойдешь. Ну, это вот так-то так. Я говорю, тогда операцию сделай больше щек, который на стимуляторе аппарат или вроде. Подрежем тебе молитву. Ну, немножко заплатишь тысячи на дактюреру, будешь ходить шататься. И больше не надо будет выпивать. Да нет, это я не хочу. Доказаться всем. Пьянцы – добровольное умопомешательство. И Господь, когда это сказал, новое вино, буду пить царство. Да то они не будут. Речь опять же идет о Духе Святом. Когда в 7.37 говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. И щелевую потекут, и рейки воды живой. И щелевую – мы знаем, какая вода течет. Значит, о чем-то о другом речь идет. Иди ко мне, и кто жаждет. В первую очередь, жажда должна быть. У меня всегда была эта жажда. Ощущение пустоты. Я живу, занимаюсь, изучаю языки. Зачем все? Я умру. Одно. Я умру. Ничего этого не надо. И Господь тогда показал. Этот день переломный, сейчас я могу назвать. Буквально на минуты. Зашел я в этот дом, где меня дали. Это не бахтистский дом, это молитвый дом, а на дому. И дали евангелям, меня не уговаривали. В комнате оставили, пригласили за стол, я не сел. А они погадали выше, я уже другой. Помолиться. А можешь молиться? Молиться. Потому что достойно есть акваистину. Я начал кладиться. А не всякие, не веяние ветра, дух свежел. А не в ветке ветра. Глаза так приокрыли. Вот так молиться. А в конце проси, чего хочешь. Чего просить? У меня все есть. Все, что надо молодому человеку. У меня уважение. Учусь. Перспектива выйти за рубеж. Ну просто все. Я понял, веры у меня нет. Веры нет в эту книгу. Я сказал Господи, дай мне веру. Это дай закончилось, получи. И вот уже 56 лет. И поэтому, когда люди говорят. Ну я сколько время хожу и... Ну выпросил Богу это. Выпросил дар обвинения Духом Святым. Когда ты не сам живешь, а Дух. Там вино будет. Ты не один это вино с тобой сделал. Это вино тебя заставило. Вот такое выражение. Такое это не гемблейское выражение, но оно понятно. Они напили складку вина. Время не то. Еще рано еще не пьют люди. Нет. Там слово Глебка стоит по-гречески. Они получили Духа Святого, который и им был не знаменим. Пришли. То ли они приняли, то ли не приняли. Духа Святой. Дух заговорили на иных языках. И все народы стали слышать на киргийском, на русском, на английском. Рыбаки ни одного слова не знали. Это свой ты албаев не выучили. А почему Дух Святой заговорил? И вот Иеремия, Иеремия это имел. Я хотел, я усилился молчать о беззакониях народа. Оно не мог, как больно развито было в костях моих. Я не мог умолчать. Господь, иди, говори немолодушествуй, чтоб я не погубил тебя. Бог посылает. Господь, так там да вот сколько. А вот это тебе не надо смотреть. Смотри выше на лоб. Видели фильм Иеремия? Он бьет этот Савахи вот так вот рукой, рукояткой кинжалом. Он, как понимается, так говорит Господь, уже разбитый. Откройте ворота, запустите врага. То есть не обороняйте Москву, сдайте гейки, он по сегодняшнему. Да какой же ты патриот. Его было за что убить. Его встанно расстреляли. Но, однако, его не расстреляли. Он остался живой. И когда мы читаем Священное Писание, мы должны переходить всегда на ступени, которые Господь говорил. А вот сейчас мы будем Иеремия. Он вам вообще сказал. Живущий потеряет. Ну что-то, наверное, сказал. Но мы всегда находим. Еще даже ничего нету. А уже. Вот. Я говорю. Что? Квартиры? Квартиры нету. Всю жизнь по квартирам. Я знаю их. Я говорю. Ну вот квартиру получите. На очереди стоите. В советское время. Вы. Других, которых нет на квартиру. Пустите, нет? А у меня двенадцать квадратов комнаты. И восемьдесятых. И у меня все время студентки жили. Я не с одного человека за всю жизнь. Она копейки не взяла. Не то, что заслуга. А просто. Я не понимаю, как. Ну. А вы квартиру получите? Да нет. Мы так намучили без квартиры. Никого пускать не будем. Так охотно они пожили. И угона так и не получила. А квартира прям рядом стояла. Стояла. Отдали другому. А ты бы сказал. Если со мной будет такое. Половину я не отдам. И кого обитил в четыре раза вернули. Однако этого не было. А Бог это все учитывает. Мы должны понимать. День воскресный. Мы пришли. И для того. У меня недавно разговор был с одним человеком. Я говорю. Тебе ты думаешь, чтобы расширяться? Все. Ну допустим. Он думает. Предприятие какое-то делать. Я говорю. А придет день воскресный. А в это время аварийные машины к тебе приехали. Ты будешь я мотировать? Ну а куда я денусь? Не должен. По закону еврейской тебя побить камнями. Ты будешь я. В воскресный день. Работы нет. Мы в храме. И все. Да на кого у него машина сломана. Он куда-то. Тебя это не касается. Тебе надо перед Богом быть верным. Не подать Богу повода. Я плохого избрал. Другого изберу. Вот избрал Саула. И Господь как-то раскаился, что их брал. По сердцу моему буду искать. А Пророк не знает. Сейчас показывает два камня, которые он держит в руках из света. От них должен упасть. Семь сыновей. По одному подводят. И семь. Отец Давидов. А грозные. А Господь отмечает. Не на гроз смотрит Господь. А нас и семь. А почему Бог никого не избрал? Сказал же мотер семье. А у тебя еще есть сыновей? Благодать Духа Святого. Давид был. Все были. Вот если бы не Псалтирь, что бы мы знали о долине? Один грех петерили бы. И он там где-то. Я не представляю где. Какой он там сидел. Тазик медный был у него, как у Горького. От света, от луны. И он писал эти псалмы. В ущелье. В горе. Считают Псалтирь. Новопрятцы. Католики. Старо-католики. Ново-католики. Баптисты. Все считают Псалтирь. Центральная книга Библии. Книга Песнопений. Кизан-Бух. Псалтырь. Как это получилось у него? Он-то, как сам писал-то, понимал или нет? И сколько там пророщи сказано о Христе. Ризы мои делят, жребья бросают. О чем не шла? Господи, какого ты избрал человека? А он то был. Псарь, пророк, псалмопевец. Псари были, пророки были, а псалмопевец один за всю дорогую историю. А если бы не было Псалтырь, а как помилуй его Боже считать? А живущего, кто на Всевышнене? Его не было бы просто. И мы должны быть Богу благодарны, что совершил два смерти и греха, а он в эту молодинку не попал. Пусть этот грех лес народ перенесет, но Давыда оставь нам Господи. И тогда в дальнейшем Господь говорит, город помилуй ради Давида Рабамба. И он уже умер три поколения назад. А бывает, Господь губит за то, что среди вас один ищущий сирий сахар, и взял заклятвое, и сразу началось падение в народе. А то один в поле не воин. Воин, еще какой? Ты пример должен дать. Считай. Вопрос-то, вот я не совсем даже ответ понял. То есть вот то, что сейчас обвинение Духом Святым, это, говорит, в миссионерских отделах, это нормально? Или, в смысле, они соблуждаются или что? Нормально, если ты отдался Богу, и на этом не останавливаешься, просишь, Господи, исполни благодати Духа Твоего Святого, чтобы я не искал своего. А свое не искать? О, наша в нас так крепко сидит. Я надумал, куда ехать. А ты ставь молиться, ехать, ехать. Помолился, что-то сомнение. А я не знаю, как, Господи, укажи, как. Я вам рассказывал, например, когда мне из Италии писала женщина, переезжать и переезжать. Я говорю, а что ж там не молиться? В Италии тут сказали, вам Бог отвечает. В Италии сказали, мне из Германии, как пишут. Я их знать не знаю. Я просто говорю, молюсь. Я помолюсь. Помолился. День, два, три, недели, месяц, полгода. Ответа нет, ответа нет. Одиннадцатый. Помолился, я сказал. Ответ пришел, и сразу я дал знак. Ответ пришел, ехать, она уже собралась. Дети выросли неверующие все. Я говорю, у меня на молитве, вот как строка какая в Гиблии. Я не видел, но мысль моя просто запечатлела. Я ей написал. А теперь запиши печатными буквами этот стих. И пойди к священнику, к духовнику, помолись, чтобы через него тебе Бог ответил. На основе с этой стихи. И она пошла. У Леры, она хорошее отношение со священником имеет. Он знает, она стремится где-то. А Господь ему на сердце положил. Она уверена на сто процентов была. Скажет, собирайся, матушка, езжай. Родина твоя там. Она пришла в священник сразу. Я только помолюсь, даже не думайте, это не творю. Ехать не надо. Да зачем же он меня к нему послал-то? Такая у меня была надежда. Я этим жила, уеду. Она вещи собрала, упаковала. Распаковывать надо. Она на персии. Она так любит царя. Тут российское общество царя. Мученика, исповедника, там, спасителя. Сиди там. Я ничего на себя не беру. И говорит, отосал к священнику. Я отосал к священнику. Твоему духу. Я его не знаю. А теперь я не буду молиться. А теперь я ему, чтобы ему Бог положил на сердце. Это моя миссия. А что именно он ответит, ты не мало не сомневайся. Проходит время, я иногда начинаю что-то видеть в этом. Еще не все вижу. Я говорю, как мне в Германию звонили. И так же, на операции они ему, ну, а почему их мало? Ну-ка, ну-ка, ладно. Помолитесь. Операции сейчас будет. Сложная операция на сердце. Ну-ка, положи. Я говорю, вот я сейчас, я скажу, как мы откроем ее. На операции на 15 минуты ребенок умрет. Да вы что? Ну вот так. Молитесь или не молитесь? Молчок. Чего молчишь? Ты деньги же считаешь. Да почему он умрет? Да я откуда знаю. Ну, умрет и все. Он будет очень злой. И поэтому Бог любого его забирает и все. И так я говорю, я не откровенен, я предполагаю такое. Так не умрет. Да не знаю я. Давайте я молиться буду. Прошло сколько-то часа, четыре там, злобит. Опираться успешно. Температура. Помолитесь еще. Я не хочу молиться, она пишет. Температура прям резко пошла вниз. Все. Да хоть мне нет ничего, молитва вообще ничего не значит. Значит только благодать Божия, которая открывает Господь по нашей немощи. Мы Бога выпрашиваем то, что нам не на пользе иногда бывает. Вот у меня знакомый один. Очень близко знакомый. Даже могу сказать, что и родственники вот среди нас здесь сидят. Жена бывает непослушная. А вот трудяга, она что-то поспорила. И она хорошая-хорошая такая. А я после подошел и говорю, друг, а мы давно с ним близки. Я говорю, ты когда я скажу, что искал? Самое главное. Ну чтоб красивая была. Ну ясно делает. Это Бог выполнил? Да? Выполнил. И дети. И дети все красивые, хорошие, трудолюбивые. Ну я говорю, нет, я просил. А что надо было? Послушаем. А ну, значит все. Теперь ищи. Бог дал то, что есть, что ты просил. Так что молодым наказ проси послушным. Это опыт показывает. А один я какой-то там симорский ахиматрит и говорил, вы же личестно некрасивый. Ведь никто замуж не берет. Ты такой подвиг сделаешь, а только не это. И ты будешь каждый день журналом накрывать ее. Зачем тебе нужно это? Ну все, уже час прошел. Симопер, зовите. Смотрите. Хороший. Я даже... Сейчас вопрос, да? Так, воскресенье 23-е в Верхнем Завете было... Вот, пожалуйста. Говори. Добрый. Так. Так. В Вихере где наша? А мне вопрос. Мы на занятиях сидим. На занятиях сидим. В Вихере под столом вон она вылезла. А тебе спрашивают, голубушка. А что ты видишь, а подобно? Спрашивают. Ну, спрашивают. Высокие органы спрашивают из Барнаула. Что там не вылезли? Сейчас вот идут, главное. Дали ей вот тапочки тащить. Она их волоком по земле. А там и самая большая трава. Вот как к батюшке сюда идешь сама, а ты еще как-то. Она по самой траве, по сырой одна. А то человек мужественный. И все делать будет по-своему. Вот уже через несколько часов думаешь, как бы ее отдать ему ударом. В Верховном Завете было, не клянись. А почему Соломон поклялся семею, что тот не умрет, если не выйдет из Иерусалима? Это в Верховном Завете было. Господь в Верховном Завете говорился с малыми ребятишками. Клянись и исполняй клятку. Потому что Лены не было. Много лугами. А вот теперь, по-другому, не клянись вовсе никак. Вам даже не верить на слово. Да, да. Так, да. И в конце да, я выполнял. Нет, и не уговариваю, не сяду. Нет. У нас пост, примерно, сказать. А священник пишет. И не кто-то облагощенный. Ну, позвали тебя в Новый год. А это еще рождество. Пост рождественский. И там тебе, ты пошел. Спрашиваешь, зачем ты потянулся туда? И положили мясо, кусок дали. Ну, чтобы никого не соблазнять, ты съешь его. Так вот там как раз и соблазн. Ты зачем пришел туда, где батюшка? А потом мясо скопал. Да все. Нигде не удали этот кусок. А? А где где-то? Да нет, почему-то. На стяг пошел. На стяг, на Новый год. Его пригласили. И он к нам объясняет народу, что, чтобы не подать соблазн, раз пришел, ты съешь мясо больше. Ну, я тебе объясню. На Валтайск, в храм Георгия Победоноса погибла отец Михаил. Благощинный. Я эту газету напечатал на торсе. Я говорю, Верыч, а зачем ты пошел? А ты на ворот показал, что я не иду, потому что еще и Рождество нет. Я говорю, да и зачем тебе, если не верующим? Прикину благовестие. Другой вопрос. А вы пошли бы? Никогда. Я даже на свои не хожу. И вот, когда бывает, кто-то умрет и идут. Ну, идут или прощаться. Но я не говорю о своих. А тут мирской человек. И однажды я пошел не на похорь, а на прощание. Он в дворце спорта лежит. Мэр города Барнаула, Баван Владимир Николаевич. Благодаря которому я имею вот этот дом и все. Он уходил в десятку лучших мэров России. Такие отношения были здесь. Он лежал ко мне. Последний раз, я за 11 дней до его крушения, в аварии от того. Я захожу в этот предбанник, в городской администрации. А он выходит с каким-то... Ой! Ну, у меня вот так всегда... А вы знаете, кто это? Это же Владимир. А тут с Киммером Владимир. Ну все. Скажем, вот тарапка, амблошка и урали сидят. Вот кому он построил? Мы коммунисты не могли. Кому мы построили? А коммунисты не могли. Вот так. И мы когда ехали с ним получать дом, вот так вот я вывернулся, а я сзади сижу. Это вы в моем городе. В моем городе. В моем городе. Я вас еще не знал. Ваше имя в аналоге города Барнаула будет записано. И такое вот, что с посланием оно у нас в лесенке там висит. Что желаю вам гордо нести, гордо нести знамя это. У вас есть место для встреч и молитв. И все это так. Ну, видел, написано. Хороший был. Приехал, когда мы алтарь делали, поделился, как много сделали. Он до Лубятий был еще у нас там делал. И Бог сделал такого человека очень близким. И он переломил обстановку везде. Видно, что с прокурором в крае. Прокурор за нас был. И получили вот такой еще удовольствие. Так, вопросы? Если у вас вопросов есть, не собирайтесь урочки. Нас почитали. Так. Я сейчас задам вопросы. Еще раз. Да или нет? А все остальное от рукавого. От рукавого, значит. Милые постройки. Я по тобой так не делал, что по тому-то и по тому-то. Нет. Сказано в субботу. Пошел щепки собирать. Щепки собирать. Побейте ко мне. Его когда арестовали, там сучки собирал. Я его представлял. Он сидит. Ну как же так. Там жена же все составит. Только надо поджечь сейчас будет. Сварилась там картошка манная. Сидит. Да что они думают? Завтра же. А Моисей не знает, что здесь делать. И попросил Бога. И Бог говорит, я тебе сказал. Щепки субботу. Он в субботу собирал. В субботу. Побейте ко мне. Он не знает. Даже у него мысли это нету. И он побит Бога. Все. В субботе больше никто не прикоснулся. Так к воскресенью. Неприкасаемо. Молитесь, чтобы никто не обольстился чем-то. Я вам говорил там, что машина иммутирует и прочее. И что? А у Бога быстро возмездие придет. Он тебя Бог благословляет. Раздержит от чего-то. Ты благослови. Этот день мне принадлежит. Я Бог, говорит, сотворил мир. На седьмой день. Ну мне хоть один день-то отдайте. Остальные шесть твои. Вот сейчас в Ветхом Завете было десяти. А в новом ее нету. А в новом нету, потому что тут десять десяти. Продавали и медик. Нагомоложили. Ну, допустим, мы с тобой договорились. Вместе сейчас. Вместе. Ловите его. Вот в этом. Там решетки щит. А кто-то поставил. Твоя. Вот. Ну, это со мной делиться должно. Воды бы столько не было. Я сколько положил туда тоже. Ты двумя. В пай возьми хотя бы одну десяти минут. А давай. Нет. Законно будет? Нет. Ну, сколько это положилось? Копали бы. Бульдозеры там. Закладывали. Денег нет. И вот здесь точно так же. Бог говорит. Я дал тебе жизнь. Ну, да. Глаза, руки, ноги. Все. Я дал? Я. Дыхание в ноздрях. Ну, ты, Господи, дал. Землю, по которой ходишь, которая несется во мраке. Быстрее пули. Ну, ты. Свет солнца. Воздух. Я дал. Я. Десятую часть я тебе приложу. Я туда. Ты мне верни. Мне это не надо. Я не пью и ем. Кровь к одному. И все. Ну, научись делиться. А почему я должен делиться? Я ничего больше не могу добавить. Бог – соучастник нашего дела. Он положил тебе на сердце. Сделать это. Завести столько-то овешек свиней или где-то. Отдай десятину. Ты мне даешь не человеку, а Богу. И почему? А Богу. Вы обкрадываете меня. Пенсия твоя, десятину плати. Меня обкрадываете. Почему? Потому что я вам приложил. Вы мои десятину. Верните меня. Она моя там у вас была. Ты заработал 90. Десятую я положил дару. А ты ее округлил и говоришь, что это мое. Не пройдет. Вы меня обкрадываете. И поэтому не просто, а проклятием пропит и вы весь народ. Допустим, там половина пенсионеров, вот вы и не платите. А платите, которые там бывают, на ребенка дают, и от ребенка не работал. И так дальше. За труды. А опять все это труды. Затикнуть. Приготовление пищи тоже работает? Что? Приготовление пищи. Ну конечно. Тоже работает. Ну а как же? И вот представьте. Каждое воскресенье. Семья отдыхает. Одна работает. Работает. Ну а почему не сделать так, что в воскресенье сделаем не выходной. Сам что-то сидит. Приготовление пищи. Так ты заранее сделаем. Ты заранее сделаем. Написано. Маму собирали перед субботной на два дня. Все. Ничего не могу сказать. Господь сказал. И когда они пошли в субботу собирать, когда надо жили, и вдруг черви, черви завели с умами. У меня там никогда не было. Поэтому пятицы делайте на два дня. Прямо указание прямое. Вот так у нас в субботу, варили на два дня. А двадцать седьмого дня, они четко это соблюдают. А разогревать плитку можно включать? Слушай, страна Израиль. Это не отстанный народ. И тогда решили готовить на два дня, но туристы заходят, плитку включать. КНЕСЦЭТ ИХСЦЭТ, главный орган. Альбюрный бойкот. Все в трубу вылетают. Не разогревать. Только в розетку включить. И сделали недействительную пищу все. А теперь вы видели? Вот иностранные туристы приезжают. И в субботу выезжают на пляж. Мимо вас приезжают машины. Ну да. А почему вы молчите? А что? Каждый хватает пищи, дай машину. Завтра вышли все ивреи и ждут, кто поедет. Он первый едет и тоже ивреет. И начали его бомбить. Выскочили. Старуха выскочила, на коленке ползет из машины. Бросили машину, до следующего дня. Все кончилось, больше нет. У нас если бы закон такой какой-то был, нас приучить одним разом можем. Все. Если сильно поступили, так. Ну а следующий я. Если ты видел и не внял, то тебе строже наказали. Потому что впереди тебя уже пострадавшие были. Вот так. А я дальше пошел, он поболился. Благословил эту сетку. Не знаю еще там. Там вода и ее вытащить надо. Да ладно, так. Расширем он, обязательно. Вот эту газету я принесли Парнаголу вам показать. Еще бы все. Жилу свою должен заковывать так. Да. Никто не заставляет. Но вот пример. Чужие ходят. Любят. А свою бережут. Я интересно ехал с имамом с Бишкека до Алматы. И так получилось, в одной машине он спереди сидел. И тоже разговорились. И он говорит, что он прям так серьезно говорит. У нас сейчас такая проблема в мусульманстве, что... А я просто себя вспомнил в православии. У нас, говорит, никто Коран не читает. Потому что он на древнеарабском, никто, говорит, его не знает. А я вспомнил, думал, у нас также на славянском тоже никто не знает. А у которых на латынском все скрыли. И вот. И такая же, говорит, никто, говорит, ничего не знает. Молотеж развращена, там развращается. То есть все. Сам этот, я думаю, даже... Вот я говорю, христиане должны знать закон свой. А мусульманам не давай даже по словам понимать. Потому что там об убийстве, и все. Они не будут знать, и нихрого нас убивать не будут. А когда мы будем знать свой закон, написано, любите врагов. Мы вообще будем жить дружно. Христианин должен знать свой закон. А ему зачем знать, когда там самое нетерпимое христианство, религия на земле – это ислам? Это не кто-то говорит, а Андрей Курай по порядку все выписывает, когда... Ну я занимался, видел. Если где-то с евреем они враждуются, и за камнем спрятают с евреем, то камень должен закричать, за мной лежит еврей, чтобы мимо не прошло, убил его. Камень должен раскрыть его, чтобы он спрятался здесь. Но я могу сказать, что... Опять о мусульманах. У меня никого нету. У нас дед наш, мамин отец, вот проезжали через наше село. Сильзисево, Карповка. Откуда они ездили – не знаю. Ну, видимо, Казахстан недалеко. Зачем ездили – не знаю. А дед на самой окраине жил. И к нему они заезжали. Конечно, он держит из определенной посуды. Чистое все давали. Платили они ему за это. Ничего я не знаю. Но только останавливались. Самое главное – ему, деду, Чудареву, Егору Ларионовичу, коснулось ехать, и он попал на их аул. А его кто-то узнал. Они закатали по-своему. Кинулись на телегу, и он стащили с телеги. И на руках через место улы кричали, ему рассказывали. А вот он, вот тот самый человек, который нас принимал и кормил. А у него пчелы были, он медом накормят. Но соблюдал свои старомящиеся законы. Не обмерщился. Вот, приедем из Потеряльки. Нам дедушка отдельно, пока молитвы не просчитает. Вы пили где-то? Нет. Но все равно где-то же морлипы есть. А кто его знает? Значит, это он прав. А может быть, я привез. Борис какой-то. И судим, да. А старообрядец живет, около дорожки сделает. И так поехал шапер. И там бедро висит. Еще его нечистая сила сунул своим бедром шаперским завести. Он увидел, засыпал колодец, семью снял и ушли в город дальше. А почему? А есть такая болезнь, называется не лирическая, а распространенная довольно. И если она пристала там для вращения, то все селения выберет. И их старообрядцев за это обменять нельзя. Это правильная была мысль. Не сообщать. И в Израиле было в протяженных веках. Не прикоснись они за пределами города и прочее. Попробуем. Помолимся. Настольная церковь истину, Блажей, дитя, Богородицу, При сну блаженую и преднепорочную, И Матерь Бога нашего, Честничую Херувин, И славнешую, без сомнения, Серафим, Безыстрения Бога, Слово Родшую, Сущую Бога, Родицу Херича Хим. Отец наш, Единственный, ради любви Твоей, Хродно-человеческой, по имя Иисуса Христа просим, пощади и помил, и наследие Твое, живущее здесь. Положи нам на сердце, всем умом и сердцем, любителя, всей крепостью и сил наших, и исполнить эту заповедь Твою. Сохрани нас от пожара, от вагов, от нечистых сил, и прищи добрых жителей с детьми, и сохрани школу. Путешествующая брата Акима, возвратив радость и ибрит. Тебе, Боже, слава за все, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Тебе, Боже, слава за все, Отец Сын и Святой Дух. Тебе, Боже, слава за все, Отец Сын и Святой Дух.